На каникулах ребенок часто предоставлен сам себе. Некоторые родители отправляют свой чадок родственникам, кто-то в совместные поездки, третьи работают. На помощь здесь приходит школа, которая традиционно составляет план мероприятий на время школьного отдыха. У нас, конечно, разработана целая система воспитательной работы, и мы особо остро понимаем, что необходимо задействовать ребят в период осенних каникул. И здесь самые разные направления. У нас проводятся на базе школы разного рода мероприятия, начиная от общения с психологом школьным, ребят, которые в этом нуждаются, спортивные мероприятия. Вот сегодня у нас проходят веселые старты. Эти мероприятия спортивные проводятся у нас в отремонтированном спортивном зале. Мы очень много сделали в этом году для подготовки нашей школы именно к проведению такого рода соревнований и мероприятий. Эстафета среди пятых-седьмых классов. Параллельно проходят занятия в танцевальной студии. Впереди походы в кино и на экскурсии. Кстати, и в самой школе на время каникул открыт музейный кабинет. Самых маленьких знакомят с экспонатами и историей героев, которые когда-то учились в 62-й школе. Был образован в далеком 1985 году, когда погиб наш первый выпускник нашей школы Женя Ефимочкин. Это было в Афганистане. И наша школа первая похоронила его со всеми воинскими почестями. Он десантник, был ранен и погиб при защите Кабула. И когда к нам прибыло его тело, то для нашей школы было это что-то невероятное. Музей хранит память своих учеников уже 30 лет. Традиционно на 1 сентября сюда приводят первоклассников. Не приходится скучать и 28-й школе. Уже второй день здесь проходят эстафеты для младших и старших классов. Но особое внимание к традиционному конкурсу инсценировок, где дети перевоплощаются в книжных героев. Второй год, весь тяжелый класс. Мы участвуем в ежегодном конкурсе «Менять все». Для нас это очень интересный, торжественный праздник. Этот конкурс посвящен книге, чтению. И основная задача этого конкурса действительно приведения любви к чтению, привлечения к чтению, но и развития творческих способностей. У нас очень много ребят действительно талантливых. Подобные мероприятия, особенно для детей и младших классов, выглядят яркими и запоминаются надолго. Вот так школы могут из обычных выходных сделать для детей интересные образовательные программы, от которых школьники не устают. Сообщается, что на время осенних каникул для 58 тысяч детей пройдет более 800 мероприятий. По поручению главы города Сергея Панчина в образовательных учреждениях на все время выходных дней должны организовать досуг, максимально наполненный полезными для ребенка занятиями. Спортивные, туристические и творческие. Анжела Забаштай, Иван Демидов, репортер 73.